Суть воспитания – не научить собаку машинально выполнять команды, а донести до нее понимание, что хорошо, а что плохо, что можно делать, а что нельзя. Основной инструмент воспитания – это голос и интонация, основной стимул – лакомство. Физическое воздействие на собаку допускается только тогда, когда это действительно необходимо. Наказание должно носить символический характер, а не причинять питомцу боль. Иначе он просто начнет вас бояться и уж точно перестанет уважать. Процесс воспитания не только научит собаку приемлемому в доме и на улице поведению, но и поможет сформировать отношения между питомцем, хозяином и другими членами семьи. Помните, что собака будет изучать характеры членов вашей семьи и стремится вписаться в определенную иерархию, так как для нее семья – это стая. Очень важно вовремя показать собаке, что вы ее хозяин и что она всегда должна слушаться вас. Когда собака еще совсем юная, она автоматически воспринимает всех членов семьи как более опытных и старших. Но молодой, здоровый пес, скорее всего, переоценит картину и попытается занять более уверенное место в иерархии. Как правило, самоощущение крупных собак основано на их силе, а маленьких – на хитрости. Наказание, крики и грубость никогда не помогут вызвать уважение вашего питомца. Он просто начнет вас бояться и избегать и не станет воспринимать вас как мудрого вожака. Вожак для собаки – это тот, кто дает пищу, водит на прогулки, заботится о ней, справедливо хвалит и наказывает. Показать собаке, кто в доме хозяин, вы сможете только путем грамотного обращения с ней, последовательного воспитания, совместных активных прогулок, налаживания взаимопонимания. Не стоит недооценивать важность эмоционального контакта и совместного время препровождения хозяина и питомца. Для собаки ее хозяин – это самое важное на свете существо, единственный центр мира, и для нормального функционирования нервной системы вашему питомцу просто необходимы ласка, похвала и забота. Однако за проделки собаки всегда нужно устраивать выговор. Не жалейте питомца и не закрывайте глаза на его проделки, с которыми в будущем не планируете мириться. К примеру, если вчера вы побронили собаку за сгрызенные тапочки, а сегодня позволили ей сгрызть ботинок, ваш питомец так никогда и не поймет, что портить обувь нельзя. Будьте последовательны в своем воспитании. Обучая собаку основным командам, не используйте одно только «фу» для предотвращения всех действий. К примеру, если собака подобрала с земли еду – «фу» вполне сработает, но если собака убегает от вас, нужно командовать не «фу» а «камне», иначе ваш питомец так и не усвоит в полной мере значение команд. То есть, если собака во время прогулки схватила лежащую на земле кости по команде «фу» выплюнула ее, то если ей скомандует «фу» в погоне за кошкой, она так и не поймет, что же ей следует сделать, ведь рот пуст и выплевывать нечего. Обязательно научите собаку понятию «нельзя». Если ваш питомец портит мебель, грызет провода, запрыгивает на кровати ПР. Сначала добейтесь прекращения этого действия, а потом несколько раз строго скажите «нельзя». Суть воспитания в данном случае должна сводиться к пониманию собакой того, что совершать определенные действия не положено, даже если хозяин поблизости отсутствует. Важный момент – любое воспитание собаки начинается с приучения к кличке. Кличка всегда будет помогать вам привлекать внимание питомца. В первое время всегда начинайте свое обращение к собаке именно с клички, неважно, хвалите вы ее или делаете ей выговор. К примеру, «Рекс, ко мне! Рекс, ты молодец! Хороший! Рекс, плохой! Нельзя!» Когда собака начнет узнавать свое имя, она будет всегда на него откликаться. То есть, если вы хотите позвать собаку и говорите ей «ко мне!», а она не реагирует, скажите ей «Рекс, ко мне!». Собака услышит кличку, и это привлечет ее внимание. Очень скоро при правильном воспитании потребность все время называть кличку «Пропадет», и собака научится воспринимать сухие команды. Что касается физического наказания за проступки, бить собаку – это последнее дело, которое не принесет ни малейшей пользы, а в худшем случае травмирует вашего питомца. В дикой природе в волчьих и собачьих стаях взрослые сильные особи относятся к малышам, подросткам и более слабым членам стаи строго, но бережно и с повышением. Конечно, сильные члены стаи иногда кусают слабых, однако этот укус – просто предупреждение, он никогда не причинит сильной боли. Поэтому сильное физическое воздействие на собаку в принципе неприемлемо. В качестве наказания собаку можно слегка ухватить за морду или за загривок, немного потрясти, также можно стукнуть питомца по попе, но не рукой, так как ваша рука должна ассоциироваться с лаской, а поводком или свернутым в трубку журналом. Никогда не забывайте хвалить собаку, ваша похвала очень важна для вашего питомца. Как мы отметили выше, самым сильным мотиватором в воспитании является лакомство. Угощайте собаку лакомством не сразу после правильно выполненной команды, а после словесной похвалы, чтобы собака также научились воспринимать вашу интонацию. То есть, цепочка такая, собака выполнила команду, вы ее похвалили и погладили, выдали ей лакомство. Что должна уметь воспитанная собака? Конечно, в каждой семье могут быть свои нормы поведения и требования к питомцу, однако есть базовые моменты, необходимые в воспитании каждой собаки, независимо от породы. Ваш питомец обязательно должен знать такие классические команды, как «фу», «камне», «место», «нельзя», а также узнавать свою кличку, ни в коем случае не кусать человека, даже случайно во время игры, такие действия нужно сразу пресекать. Не позволяйте собаке ставить передние лапы вам на плечи. Да, так она выражает радость, но если дома это нормально, то на улице ваш питомец может поступить таким же образом со случайным прохожим, только в это время лапы собаки будут грязными, не говоря уже о возможном испуге человека. Каждая собака должна беспрекословно слушаться хозяина, добивайтесь этого результата последовательным и грамотным воспитанием. Не позволяйте собаке проявлять излишний интерес к прохожим на улице. Если собака подбегает к посторонним людям, ластится, мешается под ногами и па. В этом нет ничего хорошего, более того, многие люди боятся собакой не одобряют таких радостных жестов. Конечно же, собака не должна подбирать пищу на улице или брать еду из рук посторонних. К сожалению, статистика отравлений животных в наше время неутешительна. Также воспитанная собака не будет валяться в грязи или падали, убегать от хозяина, бегать за кошками и другими собаками. В доме собака не должна портить мебель, обувь и другие вещи, грызть провода, запрыгивать на стол, кто-то запрещает собакам также прыгать на кровать, громко лаять, выпрашивать и воровать еду, шуметь и выть по ночам и п.р. А вот в случае с естественными потребностями четкого «нельзя», «нет». К примеру, если собака взрослая и вы как положено выводите ее на прогулку, то за лужи и кучки дома наказать ее, конечно, можно. Но если у вас щенок, то вполне естественно, что он будет делать свои дела дома, ведь он совсем как ребенок, еще ничего не понимает и не умеет терпеть. Если собака взрослая, но вы не вывели ее на прогулку, то у нее не остается другого выбора, как сделать свои дела дома. Если собака нездорова, ситуация также аналогична. Ни в коем случае не наказывайте невиноватых животных, ведь это уже не наказание, а издевательство. Не забывайте, что воспитание – это не выполнение собак и команд ради прихоти хозяина, а нормы поведения, которые обеспечивают безопасность окружающих и самого питомца. Ваша задача – показать любимцу, что все ваши действия направлены на заботу о нем, что его любят и кормят, что его здоровье берегут. Грамотное воспитание – это интересный и увлекательный процесс, который ни в коем случае не отдаляет, а только сближает хозяина и питомца. Удачи и терпения вам в этом серьезном деле.